Не думайте, что можно просто только на основании Священного Писания всё можно понять так, как следует! Нет-нет! Без святых отцов невозможно! А они дают нам критерии, благодаря которым мы можем судить о верности или ложности. А что такое духовная жизнь, которую воспитала святых отцов? Что она такое? В чём самая суть? Для нас большая честь, Алексей Ильич, сердечно приветствовать вас от лица духовенства нашего прихода, от лица прихожан, сотрудников наших многочисленных гостей в стенах этого древнего московского храма. В этом году нашему храму исполняется 334 года. Храма славного своей истории, храма, который никогда не закрывался, и даже в трагические до нашей Церкви годы оставался светочем православия на московской земле. Но главным, конечно, сокровищем нашего храма является его замечательная дружная приходская община, которая сегодня во множестве собралась здесь для того, чтобы иметь возможность услышать ваше слово. Я хотел бы сердечно вас поблагодарить за то, что вы откликнулись на наше приглашение, нашли время в своём очень непростом графике для того, чтобы сегодня приехать к нам и поделиться с нами своей мудростью. Все мы, конечно, знаем вас как человека, который многие-многие годы своей жизни трудится для того, чтобы имя Христово было известно людям, чтобы люди, не познавшие ещё Христа, нашли к Нему путь, а те, кто именуются православными христианами, лучше бы узнавали свою веру. Вы многих людей привели к Богу, и что особенно я хотел бы отметить, воспитали не одно поколение священнослужителей, среди которых и я. Хотя я не имел возможности лично у вас учиться, я учился в петербургских духовных школах, но с детства копировал у своих знакомых аудиокассеты с вашими записями, читал ваши книги, а в духовной семинарии изучал основное богословие по написанному вами учебнику. Поэтому лично для меня и для всех нас, Алексей Ильич, большая честь видеть вас сегодня здесь, и мы просим вас обратиться к нам со словом наставления, которое мы будем со всяким вниманием слушать. Благодарим вас сердечно. Спасибо большое, ваше Высоке Преосвященство, за доброе слово, которое вы сказали сейчас. Мне особенно понравилось, что вы сказали именно, что самой большой ценностью является, я думаю, неужели фрески? Нет, нет, именно община. Совершенно верно. Самая действительно большая ценность в наше время, особенно, конечно, когда мы видим именно общину. Не горох в мешке, а именно общину по типу вот тех известных нам русских общин, которые воспитывали действительно все вместе, каждого человека. Вы обратите внимание, как много детей было в общине всегда. Кто воспитывал? Да разве могли родители воспитать, когда было 5, 10, 15 человек детей? Воспитывала вся община. Каждый взрослый человек мог подойти к ребенку, к любому ребенку, и сказать ему, и все. То, что все воспитывали. А сейчас, я не знаю, правда, но я слышал так, что сейчас попробуйте вы сказать чужому ребенку, что-нибудь не так. Вам, мамаша, папаша, еще кто-нибудь скажет, не сметь! Это мой ребенок. Как жалко! Как жалко! Раньше самым большим наказанием было, или угрозой, по крайней мере, что было? Скажу родителям. О, нет, нет! Только не говорите о папе и маме! Самое большое наказание! Посмотрите, что такое община. Община – это организм, живой организм, как живое тело. А мы все больше превращаемся из этой общины, мы, то есть, я говорю, современное человечество, современное общество превращается действительно в горошины, в одном мешке, которые толкают друг друга, подчас очень больно толкают, причиняют друг другу, знаете ли, скорби и страдания. И поэтому, когда вдруг мы находим где-то именно общину, то это можно только радоваться и только приветствовать. Так что спасибо, Владыка, что вы обозначили – это как самую первую главную ценность, которая присуща вашему приходу, вашему храму. Ну вот, мы очень долго думали, какая же тема будет в выступлении, и так ничего не придумали. Потому что слишком много тем, бесконечное множество. Но учитывая, что всё-таки время-то сейчас какое, мы говорим о церковном времени. Какое время, конечно, Великого Поста? Великого Поста. Самая главная молитва какая? Молитва Ефрема Сирина. Она просто является действительно, если хотите, символом и средоточием действительно вот всех тех молитв, которые совершаются сейчас с Великим Постом. К сожалению, правда, к сожалению, эта молитва никогда не совершается в воскресные дни. Совершается она только в дни будние, то есть в рабочие дни, когда мало кто из людей способен прийти и услышать, услышать Господи и Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначалии, празднословия недождины и так далее. Мало, насколько это действительно великие слова, и как глубоко не касается, конечно, души человеческой, об этом, видимо, и надо бы, можете, говорить, но, наверное, слова тут даже не помогут. Впрочем, вы знаете, часто приходится слышать, вот бы перевести на русский язык наше богослужение. Всем было бы понятно, также очень много непонятного. А вы знаете, как послушаешь современный язык, так и кажется, если сравнить славянский язык, это стиль барокко, современный русский язык, это стиль барака, мы хотим барокко в барак. Вы знаете, чтобы перевести на русский язык, это надо быть Пушкиным. Он, вот, вы знаете, вот перевёл молитву Ефрема Сирина. Потрясающим образом эту замечательную молитву. Ну, вот, надо бы прямо её, невольно хочется её зачитать, эту молитву. Помните, наверное, многие наверняка читали и, наверное, знаете, может быть, какие-то куплеты из её наизусть даже звучат. это знаменитые его отцы-пустынники и жены непорочны, чтобы сердце возлетать в области завочные, чтобы укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. «Но ни одна из них меня не умиряет, как та, которую священник повторяет во дни печальной великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Водыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалья змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о, Боже, прегрешения, чтоб брат мой от меня не принял осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Ох, вот это переложил на русский язык! Правда, богослужение, конечно, это невозможно использовать, но переложение, конечно, гениальное. Гениальное не просто в смысле таланта поэтического он передал самый дух. И вот действительно эта молитва Ефрема Сирина, как и эти замечательные строки из Пушкина, они, конечно, обращают наше внимание и наш взор на что же. А что даёт молитва? А зачем она нужна? А что такое духовная жизнь? Вы знаете, так часто мы слышим слова православные ценности, православная духовность. А что это такое? Вот чуть-чуть, когда даже слышишь вот эти слова молитвы, уже некое ощущение уже возникает в душе. Но ощущение – это одно, а знание некоторых вещей – это совсем другое. И действительно, один из главнейших вопросов, который должен был всегда, по-моему, стоять перед нами, это всё-таки в чём же суть вот той духовной жизни, на которой направлено всё наше богослужение и преимущественно, и особенно концентрировано направлено, конечно, богослужение Великого Поста. В чём же суть действительно? В чём смысл вот христианской жизни? Ну, конечно, конечно, наверное, в том, что даёт духовная жизнь. Вот вопросы. Можно по-разному отвечать. кажется, но на самом деле есть здесь вещи первостепенные, а есть, так сказать, вторичные. И вот что же является самым, может быть, важным, самым ценным, самым необходимым для христианина в духовной жизни? Если обратиться к святоотеческому наследию, то мы найдём здесь очень исчерпывающие и точные ответы. Кстати, вот хочется отвлечься на одну секунду, на минуту и сказать о весьма важном положении. Знаете ли, чем отличается православие от всякого инославного христианства? Есть один чрезвычайно такой серьёзный момент, который лежит в основе всей православной, если хотите, ну, всего православного богословия, всего православного наследия. Что самое главное выделяет православие? Об этом очень хорошо, хорошо, может быть, сказал святитель Игнатий Венчанинов, когда прямо предупредил, предупредил в следующих строках, которые, на первый взгляд, ничего, кажется, не говорят, на самом деле, за которыми скрывается очень серьёзная мысль. Он говорит о том, что не думайте, я перевожу это на язык уже наш, не думайте, что нас может научить всему одно священное Писание. Ничего подобного нет. Только через изучение святых отцов, только через их опыт, выраженный в их творении, действительно, мы можем убедиться в истинном смысле того священного Писания, к которому мы прибегаем как основе нашей веры. Но обратите внимание, вот, например, когда возник протестантизм, это XVI век, когда объявили высшим принципом только Писание, как таковое, только Писание, никаких там святых отцов, никаких, кстати, богословов, что, кажется, было очень здорово к тому времени, но вы знаете, во что превратилось? Все те, которые сейчас хоть немножечко соприкасаются с информацией о том, что происходит в западном христианстве, знают, христианство рассыпалось как горох. И дело не только в том, что множество, например, протестантских испобеданий, дело не в этом. Вы подчас никогда не сможете даже отличить, выступает католический богослов или протестантский богослов. Скоро вы также не будете узнавать, и когда будет выступать православным богословом. А в чём суть дела? В чём суть-то дела? Вопрос о критерии истинности. Можно предлагать очень интересные мысли, интересные толкования, объяснения, а где критерии истинности, а почему так, а не иначе, можем ли мы этому доверять или нет? И вот в чём заключается одно из важнейших положений православия. Считается, мы можем считать верным, истинным, правильным только то утверждение, которое подтверждается действительно совокупностью, не обязательно каждому всеми, совокупностью святоотеческого учения по данному вопросу. Только это может рассматриваться как истина. Почему? Ответ совершенно очевидный. Помните, ещё Серафим Саровский говорил, что цель христианской жизни заключается в стяжании Духа Святого. В стяжании Духа Святого. А раз мы не получаем Его в крещении, раз мы не получаем Его в миропомазании, раз не получаем в прочих таинствах, о чём Он говорит? О чём говорит? И опять мы находим ответ на этого, на этого святых отцов. Что они говорят? Любопытнейшие просто вещи и серьёзнейшие. Возьмите крещение, о котором говорим, всё, человек уже всё получает там, и миропомазание. Нет, говорят они, человек получает только семя, семечко. Семя разве это дерево? Разве у семечко уже есть плоды, которые мы можем кушать, поддерживать свою жизнь? Нет! Даётся только семя Христова. Только оно даётся человеку. То же самое происходит не только в крещении, но и в любом другом таинстве. Не всё даётся сразу, всё получил человек. Нет! В браке только семечко. В священстве только семя даётся, а вовсе не уже готовые древа, только кушай плоды и наслаждайся. Нет! А чтобы это семя стало действительно древом, которое принесёт добрые плоды и может питать и тебя человек и других, для этого требуется, оказывается, правильная духовная жизнь. В каждом таинстве мы получаем только семя. Таким образом, сохраняется за человеком полная свобода, полная свобода его духовной жизни. Его отношение, кстати, к полученному дару, к этому семени и ко всему прочему. Семя только получаем, а вовсе не всю полноту того, что действительно обещает таинство. Это же чрезвычайно важно. Так вот, святоотеческая почва, о которой упоминает его святитель Игнатий Гринчанину, и который настаивает буквально на том, что он прямо говорит, не вздумайте, не думайте, что можно просто только на основании священного писания всё можно понять так, как следует. Нет, нет, без святых отцов невозможно. А они дают нам критерии, благодаря которым мы можем судить о верности или ложности. Вы знаете, сколько споров, например, идёт между православием, ну, и католиками, и протестантами? Протестантами, которые, ну, сами создали себе иерархию. У них же не было ни одного архиерея. Сами создали. Сколько споров идёт об этом? Какие можно? Что такое священство? Кто такой пресвитер? Кто такой архиерей? Ну, вы же знаете, пресвитер, то есть старший пресвитер, старший, они говорят, вот мы старшую избираем. Епископ, так это же надзиратель. Ну, вот мы и берём и устраиваем, и всё. А что вы там придумали ещё? Какие-то саны? Где? Как? Увидим. И вот здесь оказывается традиция, традиция, которая идёт не от кого-нибудь, а начиная с апостолов и дальше продолжаемая и утверждаемая святыми отцами, нам друг говорит, нет, это не просто так, старший или надзиратель, а это оказывается связано с особым таинством передачи и определённых даров благодати и прав для соответствующей деятельности. Так вот, о духовной жизни, которую воспитала святых отцов. Что она такая? Что она такое? В чём самая суть? Вот сегодняшняя Евангелие, вторая Евангелие читалась, вообще изумительная, конечно. Кто был и кто слышал, конечно, понимает. Мы сегодня слушали нечто беспрецедентное по сравнению со всем тем, что было в дохристианскую эпоху. Христа пригласил фарисеев в гости. Фарисеи – это кто такой? Фарисеи – это те, которые давали своего рода обет самого строгого исполнения того божественного закона, который был дан ещё при Моисее. Ну, можно сказать так, это ветхозаветное монашество. Там не было связано с безбрачием, этого не было, но суть-то не в безбрачии же, а суть в другом, потому что давался обет строгого исполнения всех предписаний. И если хотите, то и в любой религии кто спасается? Кто спасается в любой религии? Тот, кто строго исполняет все предписания, все божественные предписания, известные в данной религии. Не правда ли? Ну, конечно. А кто не исполняет? Всё. Ясно, что будет? Ну, ясно, конечно. Погибнет. Твёрдый закон? Конечно, бесспорный. О чём и речь? И что вдруг мы сегодня слышим? Вы знаете, там на Востоке мы там не сидели вот так за столами, как мы сейчас сидим. Там же возлежали, когда были праздницы, обедали так, лёжа даже. совсем другой был обычай. И вот, мы видим, что во время этого вдруг к ногам Христа вот меня, знаете, что удивило? Да чего ж была простота нравов? Вот раз в дом и вошла какая-то женщина к ногам Христа. Пришла женщина с каким-то сосудом, сосудом, который раскрыла, там, разбила. И что начало делать? Припало к его ногам. Ну, вы учтите, какие сандалии ходили, какие они ноги? Ну, в пыли. Потому что это не в гряди, то в пыли, по крайней мере, всё. И вот вдруг припало к его ногам и обливая их миром и обливая слезами и вытирая ногами волосами своими, плакала и рыдала у его ног. Фарисей знал, кто это. Самая древняя профессия, всем известная, женская профессия. Сейчас в Германии, говорят, один процент женщин этим занимается. То есть каждые сотые. Ежедневно посещают их три процента мужчин в Германии, в современной цивилизованной стране. Так вот, там эта женщина у ног Христа, плача и рыдая и протирая миром эти его ноги. Ну, вы дальше помните же всё, всю эту историю, весь этот диалог между Христом и фарисеем. И другие фарисеи были, и все смотрят и говорят, да, пророк называется, который не видит, какая женщина прикасается к нему, вы слышите, даже прикасается к нему. какой ужас! Вот это святой! Ну, наверное, повторять эту притчу не нужно, не притчу, а этот факт описывать, поскольку вы все слышали, важно, чем он кончается, чем кончается. Чем кончается, это поразительно. Скажите, что эта женщина сделала? Что она вот собрала, какие деньги она кому-то раздала, что-то построила, синагогу, например, или в храм внесла, или раздала деньги эти нищим, ну, сделала какие-то дела. Дела? Она какие дела сделала? А что Христос говорит? Отпускаются тебе грехи твои, отпускаются её грехи многие за то, что возлюбила многое. Что возлюбила? Хаялась! Это её искреннее покаяние, которое было засвидетельствовано вот таким, я бы сказал, удивительным просто актом, когда она эти пыльные ноги всё омывала слезами и мазла миром. Всё. Христос оказывается что сказал? За то, что она возлюбила много, она много, она и прощение получает, а кто мало любит, тому мало и отпускается. Так Он сказал о ком? О том, который публично, если хотите, все знали, кто такой фарисей, объявил, который объявляли о том, что они являются строжайшими исполнителями закона. Мы сегодня в связи с этим евангельским чтением присутствовали при потрясающем открытии, которого не знал древний мир. Кто же оказывается ближе к Богу? Кто же скорее спасается? Строгий исполнитель, всех предписаний закона Божьего. О нем Христос сказал, кто мало любит, тому мало и оставляется. Или это, которое ничего, кажется, не сделало, ничего доброго, ничего доброго, но рыдало и плакало о своей жизни, о своей жизни, прекрасно понимая, прекрасно понимая, что разве она достойна ли спасения, получит ли она спасение при такой жизни своей? Даже и думать нечего! христианство. И вот, что мы видим, оказывается, что возвестило христианство, возвестило то, чего не знал древний мир. Спасается, оказывается, не просто тот человек, который много внешне делает. Нет-нет! Не дела сами по себе, оказывается, являются условием спасения человека, а искренность осознания своей греховности и искренность покаяния. Собственно, то, о чём мы сегодня слышали в Евангелии, это, собственно, то же самое, что мы видим в ещё более, более сильной форме, когда вспоминаем страдания Христа, скоро мы это будем делать, и когда правый разбойник, уже ничего, не имея никакой возможности сделать что-либо, какие-либо добрые дела, ничего не имея, пригвождён к Христу, что он может сделать? Ничего! Но что он сказал? Достойное по делам нашим мы получаем. Помяни меня, Господи, во царстве Твоём! Ответ! Ответ! Сегодня же будешь со мною в раю! Вот мы настолько привыкли подчас, когда слушаем это, уже не придаём значения. На самом же деле это же полный переворот религиозного сознания! Это же совершенно уже другое понимание Бога! Совершенно другое понимание спасения! Бог, оказывается, это не судья, который взвешивает, что ты сделал доброго, что ты сделал худого. И в зависимости от этого сейчас подсчитаем результат. Тебя в рай, тебя в ад. Нет! Оказывается, оказывается, самым главным в духовной жизни человека является является что? Это осознание им своей греховности и покаяния, искренность покаяния. Нет сомнения, что если бы этот правый разбойник вдруг каким-то чудом был, допустим, был бы спасён, остался бы живым, всё, никогда бы он не ступил уже на путь этого разбоя. Никогда бы! И надо полагать, что и женщина эта наверняка после вот этого, вот этого события оставила всё то, чем она занималась до этого. Самое главное в духовной жизни великолепно выразил в прекрасной просто чёткой фразе святой Исаак Сирин, когда сказал воздаяние, воздаяние, то есть оценка, то есть результат, то есть то, что Бог уже в конечном счёте даёт человеку, воздаяние бывает, вы только послушайте, бывает недобродетели, вы слышите, какая ереста, и не труду ради неё по ужас кажется. я помню, когда впервые где-то на одно встречаюсь с протестантами, когда произнёс вот эти только первые слова, они просто в восторг пришли неописуемой. Воздаяние бывает недобродетели и не труду ради неё, а дальше что? но рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасно все добродетели и все труды. Вот это да! А я церковь построил. Неужели это напрасно? Богодельню открыл? Это ж я! Я ухожу в храм, мне настоятель кричит, вон пришёл наш благотворитель! Благодарите все его! Кванитесь ему! И благотворитель идёт! Нос к потолку прилип! Ужас какой! Настоятель вместо того, чтобы помочь человеку отблагодарить его действительно, губит его уже совсем! Объявляет при всех! Как сейчас Папа Римский моет ноги перед всеми телекамерами кому? Беженцам! И целует их! О, Боже мой! Святей уже не придумаешь! Какой ужас! Какая насмешка над христианством! Что только происходит! Вот, оказывается, воздаяние, то есть Царство Божие, где хранится с точки зрения христианской! Оказывается, Бог это не какая-то справедливость или судья, который взвешивает то и другое! Нет! Весь древний мир и, к сожалению, до сих пор и в нашем сознании мы оцениваем духовную жизнь таким образом, оцениваем, считаем по счётам, считаем, да, что больше человек сделал, да, добра или зла, и всё в порядке! Нет! Бог, оказывается, не справедливость! Весь древний мир был уверен, что Бог справедливость! А святые отцы совершенно решительно пишут ни в коем случае не справедливость! Он любовь, а не справедливость! Если бы, пишет святой Иоанн Сатауст, если бы по справедливости Бог относился к нам, то мы бы и мыловение не могли бы, наверное, прожить бы! Должны бы быть тут же уничтожены! Кстати, как часто мы возмущаемся вот этими многими несправедливостями, которые совершаются в жизни! Ну, их же полно! Причём на всех уровнях! От низшего до высшего, Всё несправедливо, несправедливо, несправедливо! Всех на свете осуждаем! Господи, Боже мой! Я уже иногда говорю, один я хороший только! Что делать? Ой, Боже мой! Один остался! Всех осуждаем! Почему? С точки зрения справедливости! Хоть немножко любви-то надо поиметь! Ну да, вот человек верно, поступает нехорошо! А ты что, поступаешь всё время хорошо, да? Посмотри на себя! Несправедливость – главный принцип, а любовь! И как Бог, оказывается, прощает кающегося грешника, так и здесь мы не знаем, кто оказывается выше, кому бы пришло, когда в голову вы подумаете, что первый в рай войдёт разбойник, бандит. Ну, скажите, ну, никогда в жизни бандит первым в рай, а уже за ним, не знаю, так называемые праведники, в каком хвосте будут идти, если будут ещё. Вы подумайте только! Вот мы говорим о духовной жизни, а оказывается, какие серьёзные, серьёзные оказывается вещи внесло христианство в понимание этого вопроса. К Сесое Великому пришёл один монах и говорит «Отче, я имею непрестанную память Божию!» Ответ Сесое Великого «Это невелико! Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари!» Вот это да! Вы слышите? оказывается, основа духовной жизни в чём заключается. Об этом опять очень-очень хорошо как-то сказал святой Исаак Сирин. Он прямо сказал о том, что познание себя, познание своей греховности является основанием корнем и началом всякой духовной жизни. Тот, кто не видит в себе греха, не видит всей греховности или видит всего один раз, два и обчёлся, так, кто не видит, не сможет никогда он, не может он жить правильной духовной жизнью. Почему? Он не может даже молиться как следует. Отчего? Я, в общем-то, и ничего. В общем-то, я и ничего. Я хороший человек. Ну, кое-что там есть, у кого это нет. Оказывается, важнейшим условием духовной жизни является действительно вот видение себя. Чего видение? Ну, слушайте, неужели это трудно это увидеть? Ну, прекрасно же мы понимаем, что мы можем мы не осуждать? Нет! Не можем не осуждать, не лгать, не притворяться, не обманывать, не завидовать, ничего, не тщеславиться. А в чём дело тогда? Ничего, оказывается, не можешь. Можешь прощать, кто тебя оскорбил? Нет! Кто-то делал самолюбие? Нет! Что можешь-то? Вы видите, вся духовная жизнь в православии всяк сконцентрирована о чём? На том, о чём сказал вот Исаак Сирин прекрасно, на познании себя. То есть, познание что такое? Того, что мы крайне больны, нас не тронь ни с какой стороны, не заденьте мою, никакую мою сторону не заденьте, особенно самолюбие. Если то самолюбие заденет, там, тогда вообще это кошмар уже, всё. не будет прощения и во веки веков. Вот, оказывается, насколько мы больны. Что же требуется? Что же требуется? Каким образом возможно хоть некая христианская жизнь? Что требуется действительно для этого? вот я зачитаю Исаака Сирина очень хорошее, очень интересное высказывание. Мы часто думаем, что мы спасаемся или подвигами, или особыми молитвами, особыми жертвами. Нужно это? Да, нужно. Но в каком плане нужно? Вот он пишет. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачиваем наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Нет, ну, правда же, когда человек что-то делает, кажется, особенно видимое, особенно очевидное, как мы сейчас говорили, построил, ещё что-нибудь делали, нищему дали копейку, так, то невольно в человеке возникает вот это чувство, ну, я бы сказал, самодовольства, тщеславие. И вот предупреждает он, что если мы думаем, что мы своими делами приносим Богу жертву, то есть доставляем ему удовлетворение Богу, и, следовательно, ждём от него награды, то оказывается, оказывается, ничего подобного. И объяснение, какое объяснение этого? А вот какое. Человек тяжело болен. Врач предписал ему соответствующее лекарство. И вот, когда человек принимает эти лекарства, он что? Приносит жертву врачу этим самым, да? Доставляет ему удовольствие. Да? Или это просто необходимо тебе для излечения? Ну, совершенно же очевидно! Да не врачу ты, голубчик, делаешь удовольствие, а себя ты лечишь. Бог, оказывается, врач, а не какой-нибудь судья, врач. И поэтому всё то, что мы исполняем по заповедям Божьим, являются только действительно исполнением нашего долга, если мы хотим действительно излечиться. Не будем исполнять, не будет и лечения, не будет лечения, только и всего. Вот, оказывается, христианская жизнь, в чём она заключается? В том, чтобы человек, если по силе делает, делает то, что он знает, а знает он совершенно очевидно. Для этого есть и совесть, и знание определённые заповедей Христовых. Если он это делает, то, оказывается, правильное вот такое исполнение приводит человека к чему? К осознанию в конечном счёте, к познанию своих болезней, то есть своих страстей. И таким образом он постепенно приходит к самому главному состоянию, который именуется в святоотеческом наследии смирением. Но духовная жизнь невозможна без молитвы. И никто никогда не приходил, в общем-то, или невозможно, по крайней мере, быть успешным в духовной жизни, если нет молитвы. Но вот какая молитва – это вопрос высшей степени серьёзный. все святые отцы говорят так – без молитвы нет вообще никакой духовной жизни. Никакой. Нет молитвы – нет духовной жизни. Для этого церковь создала прекрасные богослужения, прекрасные традиции, прекрасные молитвенные правила утренние, вечерние, создала какие каноны, какая литургия, всё создала. Для чего? Для молитвы. Вы слышите? Это для молитвы. А во что превращается? Вместо молитвы. Вы вычитали правила? – Ну, да, вычитали. А, ну, хорошо. Вычитали правила. Вот это да! Но, госпожи, я был, слава тебе, Господи! А что там было? Ну, не важно, что там было. Где ты был? Я в Австралии с соседками спорил, все дела решал. Слушайте, оказывается, то, что церковь дала в качестве замечательного средства, когда человек может помолиться, вместо этого присутствуя на богослужении, совершая, кажется, какие-то чины последований молитвенной, человек может не молиться. Вся самая страшная беда, которая поразила христианский мир, что молитву подменили формой. христианский 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 отменили после